В России около 60% населения имеют проблемы с лишним весом. Это серьезное заболевание, которое требует комплексного обследования и лечения. В научно-клиническом центре Казанского федерального университета создан специализированный центр коррекции веса и моделирования фигуры. Он базируется на мультидисциплинарном подходе ведения пациентов с применением новейших методов борьбы с ожирением. Наше лечение включает несколько этапов. Это консервативный этап или лечение с помощью медикаментозных и немедикаментозных способов лечения и этап хирургического лечения. Первый этап включает в себя диетотерапию и в случае необходимости медикаментозную терапию, а также психотерапию в случае наличия расстройств пищевого поведения. Одним из инструментов диетолога является дневник питания. Благодаря ему можно выявить пищевые привычки и проблемы, которые привели к избыточному весу. На протяжении всего времени работы с диетологом пациент ведет этот дневник питания и обучается самостоятельно корректировать свой рацион питания. Если пациент обнаружил у себя избыточный вес и хочет скорректировать свой вес и улучшить свое состояние здоровья, то, конечно, в первую очередь нужно обратиться к диетологу, то есть ко мне, для того, чтобы пройти первоначальное обследование. Поскольку избыточный вес и ожирение вызывают осложнения разнообразные в разных органах и системах тела, то необходимо провести комплексный анализ состояния. Это чекап, который включает и лабораторные, и инструментальные методы диагностики. На основании исследований мы получаем заключение, понимаем, с какой проблемой пациентам нужно работать. Назначается индивидуальная диета-терапия и в случае необходимости добавляются медикаментозные методы лечения избыточного веса, которые также высокоэффективны. Лечение лишнего веса в научно-клиническом центре проводится под ключ по системе Total Support Service. Это значит, что помимо комплексной диагностики, проведения курсов терапии, операционного лечения, пациентов продолжают наблюдать на протяжении длительного периода, чтобы исключить риски рецидива. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.